К другим темам по старой дружбе. Председатель Новотроицкого сельского поселения Омского района Омской области Виктор Сенин продал землю. В результате участок из государственной собственности перешел в частную. Сделку признали недействительной, ведь бюджет района от действий Сенина потерял сотни тысяч рублей. Почему чиновника признали виновным и отпустили домой? Из зала суда наш репортаж. Я не признаю, надеюсь на объективное решение. Чиновник Виктор Сенин впервые предстал перед судом. В последнем слове он озвучил свою позицию. Невиновен. Из материалов уголовного дела следует. Сенину 33 года, женат, имеет двух детей. Мужчина занимал пост главы Новотроицкого сельского поселения пятый год. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали. Однако по версии следствия Сенин в течение двух лет делал своим знакомым незаконные выписки из похозяйственной книги. То есть давал добро на покупку государственной земли для использования в коммерческих целях. Те самые друзья чиновника тут же перепродали участок третьим лицам. Одним из них оказалась жена Сенина. Случайность? Нет. С легкой руки Сенина участок рыночной стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей был продан более чем в три раза дешевле. Обвинение просило назначить Сенину наказание в виде трех лет лишения свободы условно, поскольку данное преступление относится к преступлению средней тяжести за каждое из преступлений. И на основании части 2 статьи 69 уголовного кодуса Российской Федерации по совокупности преступлений окончательно просило обвинение назначить на наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с применением статьи 73, то есть условно, с возложением дополнительных обязанностей. В суде доказали, схема с оформлением собственности и перепродажей земли сработала два раза, улучили Сенина во время проверки. В результате ущерб причинен бюджету Омского района Омской области. Тем не менее, преступление не является коррупционным. И Сенин отправился не в колонии, а домой. Попал под амнистию, приуроченную к 70-летию победы. На этом история не закончилась. Прокуратура направила в суд исковое заявление о возврате земли в собственность государства, а Сенина уволили на основании вынесенного приговора. Продолжение следует...